Это в первую очередь отсутствие сброса воды из дома в бане. Годовой сброс малых речек, первичных, ну вообще всех малых речек вокруг Позовского моря составляет приблизительно 4,3 кубических километра в год. Ну, с учетом того, что на каждой еще речке бомбы стоят и все остальное, то есть это крайне мизерное состояние, первое, да? Второе, а на Тону, на Кольнокубане, да? Орки перед войной выстраивали Покайский, по-моему, 7-й кидроузел. Вот, то есть это очередное водохранилище для того, чтобы проходы могли заходить в Позовское море. Соответственно, сброс пресной воды для расплеснения Азовского моря с ведением регуляции двух речек, которые серьезно расплесняли Азовское море, он уже стремится к минимуму. До этих всех дел годовой сброс был 40, 4,5, по-моему, квадратных, кубических километров, то есть в 10 раз больше. Сейчас зарегистрировано уже, знаете, что максимум, температурный максимум, вообще за всю историю наблюдения, спосторожения. Соответственно, Азовское море, как более мелкое, испаряется в разы больше, чем тоже Черное море. Соответственно, пресная вода уходит, а замещается она водами Черного моря. Соответственно, мы же с вами понимаем, что если не распреснять воду, то оно сравняется. Тон или поздно с Черным морем осталось, по-моему, 2 или 3 промилле. По последним данным, соленость сейчас в Запорожской области составляет 15 промилле, а Черного, по-моему, 17,5-18. То есть оно в ближайшее время должно, ну, это физика, да, сравняться по солености с Черным, а так как площадь испарения не будет, ну, выше, соответственно, скорее всего, будет еще и соленее, чем Черное море.